проект откровение дальнобойщика все интервью берутся абсолютно анонимно без видеосъемки с изменением голоса или пересказ актеров только достоверная и правдивая информация всем привет начинаем многосерийный проект откровение дальнобойщика почему я решил сделать серию интервью именно с дальнобойщиками да потому что дальнобойщики байкеры очень схожи между собой много времени проводят дороги сталкиваются с практически одинаковыми проблемами в поездке с виду такие серьезные брутальные все хотят задать им какой-то вопрос и всем интересен их образ жизни но большинство боятся спросить да и мало кто все расскажет поэтому в этом проекте мы затронем самые интересные темы и социальные проблемы с которыми сталкиваются водители я очень уважительно отношусь к этим людям за их тяжелый труд но в каждом шкафу как говорится есть свой скелет а для того чтобы не пропустить такие темы как воровство солярки перегрузы грабеж и воровство фур подпишитесь на канал moto life поставьте лайк и нажмите на колокольчик а вы сейчас на канале moto life я комбат и у нас первый выпуск проекта откровение дальнобойщика проститутки поехали сколько времени в месяц вы проводите за рулем валида на больше проводит порядка 30 дней 40 дней все зависит от работы за рулем машине так можно сказать а не за рулем за рулем ты можешь проводить и и 20 дней месяца все зависит от фракта поездки первым под кем работаешь живешь машине порядка 30-35 дней месяца потом выходные на каких машинах вы ездили ездить и сейчас ездили на дафах и на мамах и на мерседесах час и его дать xf-100 105 и 460 20 тонну машину полуприцеп холодильники прицеп холодильник трехвостный возьмем все все продукты питания только продукты питания заморозка охлажденка всевозможные ни на зерновозах ни на тентах ни на шторах не ешь в основном ездите с напарником или один какие плюсы и минусы одного двух человек в кабине основном ездишь сам потому что если еще выбрать напарника зарплана будет очень маленькая сегодняшний день тарифы украине очень дешевый поэтому сам ездишь сам зарабатываешься за километр свои деньги если ездить плюсы минусы машины в кабине в твоем не скучно но находясь в одну комнату своей квартире вдвоем неудобно один это все таки один и намного легче по быту по всему но тяжелее конечно если если фракты длинные если ты постоянно зафрактован но этого сейчас очень мало это когда определенных компаниях только есть по два дальнобойщика которые не вообще один спит один едет но на самом деле такого украине очень очень в основном один человек машина плюсов только то что напарник рядом может если полон какая-то вот это большой а так по зарплате одним нету смысла если вы отдыхаете спите в машине в каких местах для безопасности вы оставляете авто и в каких областях лучше всего обустроены места для дальнобойщиков если отдыхаешь понятно что в поле день и станешь на левой заправке и не станешь выбираешь стараясь одета тировскую и русский паркинхи или их не во всех областях они есть в основном это заправки заправки я не буду рекламу делать но такие общие все их знают они народные таких как вов там о как место не сюда ездить но если есть тир 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 парки конечно на тир паркинг областях они их очень их очень мало они в основном это киевская область ровская область детская область то есть там да там тир паркингов но а там можно распределиться и отдых можно где-то стать. А вот, что касается остальных областей, там тяжело. Ну, в Девятровской области они есть, ну, есть. Ну, буквально пять областей в Украине, где можно на терпаркинг стать, а в основном на заправку. Сколько без сна можно проехать? По закону без сна больше девяти часов за рулем нельзя находиться. Ну, понимаете, закон сегодня это никто не соблюдает. Но без сна можно проехать реально в день, если не напрягаться. Может, в 14 реально ехать. Ну, желательно не больше. Особенно в зимнее время. В летнее время, то, конечно, это уже 16 часов получается. Порядка, ну, поспать часов 5-6 и больше, как бы, в принципе, и не надо. Что ты знаешь, что тебя ждут заказчики, а заказчики сегодня все противные. Всем давай быстрее. Три копейки платят. Логисты терзают быстрее и быстрее. Ну, в основном заказчики терзают. Это все у нас немножко неправильная вся логистическая система построена в Украине, потому что нету определенных правил. Мы все-таки пытаемся по международным правилам жить, но не соответствуют ни закону нас, ни наши дороги, ни наши правила перевозок. Они не соответствуют международным законам, поэтому мы ездим. Не хочется спать. Можешь ехать часов 16-17, но в зимнее время максимум 12 часов. Больше не получается. Как себя взбодрить, чтобы больше всего проехать без сна? Первые часов 6-7-8 это просто кофе, чай, остановка. Ну, опять же таки, много останавливаться нельзя, потому что теряешь время и уже сбивается твой логический путь. Если сильно хочешь себя взбодрить, то есть такой напиток Берн. Зимой снег. Надо выйти с снегом себя помазать лицо. Но в основном это кофе, Берн и музыка. Телефон. Это те вещи, когда тебя лучше ты можешь разговаривать, общаться. Химия и Берн и этим вот Рэдбулом себя. Терца убить, но пить его он на 2 часа сразу вставляет. Иногда кофе, который на час-полтора помогает. То есть всевозможные. У каждого все зависит от организма и как человек. Мы относимся к дороге. Поэтому тут по-разному. Какой самый страшный сон дальнобойщика? Самый страшный сон дальнобойщика, когда ты спишь, тебе снится, что ты разбиваешься. Ты просыпаешься просто в потоп, потому что ты понимаешь, что это было наяву во сне и начинаешь думать о том, что это сна. Иногда эти знаки сбываются. Это самый страшный сон дальнобойщик. Пользуются ли дальнобойщики услугами проституток? Пользуются. Пользуются. Я не хочу никого подставлять. Все, понятно, все женатые, семейные. не все, но многие. Несколько раз это все у людей бывает. Несколько семей содержат и все остальное. Но пользуются. Пользуются услугами практически всегда на всех трассах и везде. Какими чаще всего пользуются? Придорожными или в городах? Чаще всего пользуются услугами проституток. это так ромко сказано, это так обидно может быть. Обычно называют их или плечевые, или ну правда шпайки и разными еще другими другими словами не хочу говорить. Чаще всего пользуются это в городах. В городах, потому что там, где есть стильпаркин. Это намного чаще, потому что ты приехал на стоянку, ты стал, ты там поел, можешь себе позволить отдохнуть и тогда у тебя есть время на самом деле и расслабиться. Какой-то часик там полтора есть, где расслабиться. Время и где. Это чаще всего. Реже это уже такой должен быть голодняк, это такое уже должно быть, чтобы на дороге ее остановить, но есть, бывает, такое бывает, что стоит и смотришь на нее, она там уже замерзает или в жару она там уже чуть ли не без трусов стоит, юбкой махает и тебе хочется видеть, что девочка уже женщина, тебе не важно. Это очень редко. В основном это на тирк-паркингах. Не боитесь заразиться и какие методы безопасности используете? Боимся заразиться, как все люди понимают, что там в бизнес-фекции не все в порядке. В основном методы, ну это презерватив, это самый лучший метод. Второй самый лучший метод это заставить выпить 100 грамм водки или самогона, чтобы она проземнифицировала свои определенные места, тем, чем она будет работать. Это самый лучший метод. Других методов дороги нет. Какие расценки и на что? Расценки ранды. Когда-то до последнего времени были расценки 50 гривен. Сейчас расценки от 100 до 200 гривен в зависимости от областей. 100-200 гривен это куда угодно, что угодно делай с ней. Вы сами понимаете, что я имею в виду. Расценки в областях самодорогенные области это Киевская область, это Львовская опять область и Одесская. Это самые-самые дорогие области. В всех остальных областях из-за безработицы, из-за всего, что происходит в стране. Можно за 50 гривен, можно бесплатно довезти ее куда-то по кормителям, властить бутылкой пьем. Все зависит. Но в этих трех областях бесплатно не бывает. Порядка до 200 гривен и делаешь все, что ты хочешь. То есть услуги оказываются по полной. чаще берут миньет. Чаще всего это дороги используются миньет, потому что ты сам понимаешь, ты не всегда вовремя покупан и очищен тебе, что твоя задача только сделать побыстричку миньет, чтобы они тебе сделали и все. А половые акты тоже когда ты на тир паркинге, когда ты после душа, когда ты покупался, такой весь герой пахнущий, этот тебя уже начинает на лирику пробивать. Тогда можно что-то и поупражняться, грубо говоря, бытовым сексом заниматься. Бывают ли подставные проститутки, пока ты с ними отдыхаешь, в это время обворовывают фуры или воруют личные вещи? Бывает очень часто. Почему я говорю, что в основном если ты реально дальнобойщик уже сокотом нужно это делать нужно или то. Нормальный человек это делает на тир паркинге, там, где есть собратья, во-первых, во-вторых, есть какая-то охрана, в-третьих, это тебя уже не обворует, это уже безопасность, в-третьих, если она на тир паркинге, она не вызовет каких-то своих ребят, помощников, сутенеров, всего остального, потому что если они туда приедут и наедут, то есть опять же защита, есть собратья, которые тебе помогут отбиться и все остальное, то есть лучше это, конечно, если делать, то лучше делать в цивилизованном месте, на тир парке. если ты это делать на заправке или где-то там в трассе, непонятно какой-то стоянке, то вероятно, что тебя и обчистят, и если ты еще будешь использовать спиртное, вероятно, что тебя и ограбят, и все остальное очень большая, поэтому это табу, если ты уже это делаешь без спиртного, без ничего, ты сделать свое дело, то есть ты идешь на маленькую вахту, ты отработал без спиртного, высадил ее и до свидания, без всяких дальнейших продолжений, иначе будет, это может вылиться и ростом товара, и клофелин, и всевозможные гадости, которые тебе могут сделать, а мало того, еще приедут ребята и начнут тебе требовать непонятно, что, ну, может быть, и можно остаться без машины, поэтому очень, это неправильно, безопасность превыше всего. А какая-то история была? История у меня не было, чтобы меня там высаживали или приезжали ребята, но очень много историй были у меня и белорусы рассказывали, и россияне, они такие у нас немножко неопающие нашей специфики украинской, хотя в России это происходит, в Беларуси поменьше, потому что там все-таки батька держит милиция там работает, не полиция, милиция, а в России и у нас это, конечно, очень часто происходит, приезжают и две девочки прямо стоят, и тебе рассказывают, и вроде подбираешь, и не останавливаешься, и везешь, и даже тебе показывают, куда, на каком паркинге, там скидывают мальчук, приезжаешь, ты даже ничего не понимаешь, что за час, за полтора у тебя уже фуна у тебя выражена, мне рассказывали ребятам, на вторых нас много встречались, бывали такие случаи, поэтому у меня не было, я в запасах превышусь. Как вы относитесь к легализации публичных домов? К легализации публичных домов отношусь очень положительно, очень положительно, я считаю, что это необходимость, потому что когда былое время я и в Европе ездил, и в 90-е когда ты знаешь, что у тебя есть официальная грубо, ну, неправильно правильно называют, публичный дом называется, или бордель, или как угодно, там, где ты приезжаешь, ты под защитой, ты под охраной, ты выбрал спокойно себе девочку, во-первых, есть уже определенность, что она не какая-то зараженная, она уже все-таки под контролем, какой-то медицины и всего остального, и я только положительно это нужно сделать для, и только для дальнокожих, это вообще касается всех, всего, это и государству все-таки прибыль, и людям это то-со-впровождение, потому что я не говорю там, что все женатые, там, неженатые, там, все, ну, семейные, но это, это необходимость, это физиология человеческая, поэтому, я думаю, когда она будет легализована, и будут налоги платиться, и будет к этому подход, и будет контроль, и будет полиция, и будет все это будет, ну, все будут понимать, что это все организовано правильно, как за границей, то, все это получат по шоку, какой совет по использованию услуг проституток в дороге ты дашь своим коллегам? Ну, первое, я бы не говорил, это только бесплатно, второе, самое главное, это только на цивилизованных паркингах, там, где есть охрана, там, где есть защита, там, где есть все-таки условия помыться и все-таки это, мы же люди, мы же не можем как в звере, грязные все, это вот самое основное, самое основное это безопасность, мы не знаем, что это за девочки, что у них на улице, самое главное, это безопасность, и секс безопасный, и времяпровождение безопасно, ну, и в то же время, то есть сказать, мужики есть мужики, они должны работать и хоть какое-то маленькое удовольствие получать работу нас реально рубит здоровье и везде. Вот такой у нас первый экспериментальный во всех смыслах выпуск, как в монтаже, так и материале. Надеюсь, что все, что было сказано в этом сюжете, не будет применяться ко всем. Это мнение одного человека, и оно, естественно, может отличаться от вашего. А в следующем выпуске мы поговорим о грузах и перегрузах. Чтобы это не пропустить, подписываемся, ставим лайк и нажимаем на колокольчик. И, конечно, пишем комментарии в свою точку зрения по этой теме. Всем добра, здоровья и безаварийного вождения. Пока! Какие расценки ищем? Давай!